А таких, как он, говорят, ему повезло родиться именно в этой семье, обеспеченной, известной, публичной. С ранних лет Никита Пресняков, сын Кристины Арбакайте и внук Аллы Борисовны Пугачевой, бредил с ценой. Его абсолютно не пугали выступления на публике или гастроли. Казалось бы, что в жизни может быть не так? В семье всегда есть деньги, а дома царит понимание и любовь. Но Никита – человек, который пошел против общепринятых правил. Почему старший внук Аллы Пугачевой отделился от семьи, живет в кредитах и категорически отказывается выступать на одной сцене с родителями? И за какой поступок на сцене Преснякову стыдно уже 25 лет? Об этом вы узнаете в нашем видео. Подписывайтесь на наш канал «Одна минута», чтобы не пропускать новые ролики. В следующем выпуске мы расскажем о том, кто помог Дмитрию Маликову стать артистом и как он живет сейчас. Никита Пресняков – 30-летний актер и клипмейкер, чья карьера и популярность с каждым днем только активно растет. Он снялся в десятке фильмов, а также попробовал себя в озвучивании иностранного кинематографа и режиссуре короткометражек. А также, несмотря на желание развиваться исключительно в киноиндустрии, достиг успеха и на музыкальном поприще. Артист в третьем поколении появился на свет в Лондоне в 1991 году. На тот момент Кристине Арбакайте было всего 20 лет. Она состояла в отношениях с Владимиром Пресняковым-младшим уже 4 года, а Примадонна, похоже, вовсе не была против таких связей. Внука приняла радостно и с любовью в сердце. Вполне логично, что, родившись в семье музыкантов, мальчик в детстве был окружен творческой атмосферой. Он понимал, что ему, как внуку и сыну известных певцов, возможно, будет добиться признания на соответствующей арене. Никита помнит, как впервые вышел на сцену, когда ему еще было 5 лет. Он спел в Нью-Йорке. Это был какой-то супер-тур, где дедушка, бабушка, папа, мама и еще кто-то, они все мини-фестивалем выступали. Никита Пресняков рассказал в интервью Борису Корчевникову, что его взяли с собой, и пока артисты были заняты, малыш бегал по гримеркам и захотел Кока-Колу. Чтобы купить ее через автомат, нужен был один доллар, которого у ребенка не было. Нужен был доллар, и я бегал там, дайте доллар, дайте доллар на газировочку. На что Алла сказала, как раз ты, ну, это же доллар, это денежка, ее надо заработать, вот заработай. Никита согласился, что заработает, сказав, что он выйдет на сцену и споет. На что звездная бабушка с насмешкой сказала, кто же тебя пустит на сцену. В итоге, во время большого концерта в Нью-Йорке, пятилетнему Никите Преснякову удалось тайком пробраться на сцену. Об этом никто не знал, и все были безумно удивлены появлению этого юного дарования. Я пою, по-моему, ворона-ворона съела макароны, какую-то фигню из садика или из школы. Как рассказал Пресняков, весь зал пришел в умиление от этого выступления. Но во время дебюта произошел и первый серьезный казус начинающего артиста, который тот запомнил на всю жизнь. Мужчина-саксофонист, который стоял сзади мальчика, шепнул ему после того, как тот закончил петь, что теперь нужно поклониться. На что я поворачиваюсь с задницей ко всему стадиону и поклонюсь дедушке. Такая вот история. Однако, не желая, чтобы успехи Никиты Преснякова ассоциировали со звездными родителями, мальчик решил выбрать себе другую профессию уже в ранние годы и пошел в режиссуру. Будущий артист полюбил кинематограф и мечтал стать режиссером. Особенно его привлекали фильмы жанра экшн. Трилогия «Матрица. Братья в Вачовске» стала для школьника кинобиблией. Подражая главному персонажу трилогии Нео, подростком он занимался восточными единоборствами, а также экстремальными видами спорта. Однако ни мама, ни именитая и известная на много стран бабушка никогда не препятствовали рвению внука. Всегда говорили, что это его путь и он вправе сам делать выбор. Актерским дебютом Никиты Преснякова стала небольшая роль в русском фантастическом триллере «Индиго», снятом в 2008 году режиссером Романом Прыгуновым. Первый раз он сыграл главного персонажа Илью Розова в фильме «В гостях у сказки» Григория Константинопольского. В 2014 году фильмографию Никиты пополнили картины «Охота за призраком», «Корпоратив» и «Копы из перетопа». Также актер снялся в популярной новогодней российской комедии «Елки и елки 2», где воплотил образ таксиста Паши Бондарева, тайно влюбленного в певицу Веру Брежневу. Киноленте «Елки последние», которая вышла в прокат в 2018 году, Никите досталась эпизодическая роль. Несмотря на такой огромный багаж за спиной, с финансами у артиста не все всегда было гладко. В частности, сейчас у него есть непогашенные кредиты. Когда сын Арбакайте появился на интервью у Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека», он выкатился в студию на скейте, что очень удивило телеведущего. Борис даже попросил Никиту научить его кататься на нем. Внук Пугачевой рассказал, что только недавно у него появилась машина, и он брал ее в кредит. С недавних пор наконец-то появилась, но пока еще не закрыл кредит. Наверняка это связано с тем, что у Никиты Преснякова уже появилась своя семья, и он хотел бы быть самостоятельным, поэтому не планирует занимать деньги у звездных родственников. В мае 2014 года в сердце молодого артиста поселилась Алена Краснова. На момент знакомства она была еще школьницей. Встреча произошла закономерно, так как дачи родителей Никиты и Алены расположены по соседству. Никита рассказал, что влюбился в девушку буквально с первого взгляда. И с трепетом вспоминает те моменты, когда Алена скромно и робко пыталась привлечь к себе его внимание, очевидно, тоже испытывая симпатию. В первый раз пара официально появилась на публике на премьере фильма «Корпоратив». Пресняков представил свою девушку друзьям и Николаю Наумову, звезде сериала «Реальные пацаны». Отношения у молодых людей складывались с завидным успехом. Артист с возлюбленной вместе проводил время на море. Его девушка не любит громких вечеринок и предпочитает оставаться в тишине. Однако в один из своих дней рождений та организовала громкое празднование, на котором Пресняков неожиданно сделал свои любимые предложения. Отец Преснякова не скрывал, что надеется в скором времени увидеть внуков. Он часто об этом говорил сыну и намекал при любой возможности. Сама пара не давала комментариев по такому поводу. В прессе не раз появлялась информация, что актер скоро обзаведется наследником. Когда Никиту спросили об этом напрямую, он с улыбкой ответил, что планирует однажды стать отцом, но вряд ли скоро, ведь сейчас у него на первом месте работа и творческое развитие. Основной проблемой, которая на протяжении всей жизни волновала Никиту, являлась и является то, что его личные успехи ассоциируют с достижениями влиятельных родителей. Именно поэтому он все время пытается делать что-то свое, тестировать новые форматы. Сложным решением, которое далось Никите не так давно, был полный отказ выступать на одной сцене с мамой Кристиной Арбакайте и отцом Владимиром Пресняковым-младшим. В студии «Судьбы человека» Никита признался, что не раз нарывался на волну хейта из-за того, что выходил на сцену с кем-то из родителей. Мол, сам не нашел, где себя реализовать, вот и пытается получить поклонников через уже популярных родственников. Парню такой расклад не нравился, поэтому решение отказаться от выступлений с родственниками было вынужденным. Сам он говорит, никто из семьи за такой шаг на него не в обиде. Как же артист живет сейчас? Судя по его инстаграм-профилю и редким, но информативным интервью, молодой человек придерживается принципов здорового образа жизни. Он каждый день посещает тренажерный зал, его привлекает вегетарианство, в свободное время предпочитает экстремальные виды спорта – паркур, скейтинг, дайвинг. Тело Никиты украшено большим количеством татуировок. Как заявляет музыкант, в скорости он хочет быть, цитируем, «татуированным дедом». На руках певца красуются изображения филина, циферблата, механических часов. Что касается карьеры, Пресняков стал участником мюзикла «Губернского театра». Это буквально поглотило все свободное время артиста. Также не так давно его группа «Multiverse» выпустила первый русскоязычный сингл «Тише-тише», чем порадовало фанатов. Кроме того, несмотря на карантинные ограничения, в 2021 году Никита уже успел принять участие в картине «Гардемарины 1787», в которой сыграл Корсака-младшего. Его коллегами по съемочной площадке стали такие легенды, как Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Михаил Боярский. Напишите в комментариях, считаете ли вы сына Кристины Арбакайте и внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова самостоятельным артистом, или же думаете, что его популярность – это заслуга именитых родителей. Также смотрите наше видео о том, как живет Люба Успенская и что помогло ей в 65 лет решиться на ребенка.